Переходим сейчас к следующей нашей теме, где мы будем вдвоем с Амиром Талиповым, Амиром Кореновичем. Вот, я не вижу, чтобы он включился, ему уже надо включиться. Значит, идея была какая, что мы подведем некие итоги горячей осени 21-го года и обсудим, как нам жить дальше с омикроном, а может быть и дальше за омикроном, заглянем за омикроном. Вот, значит, идея какая была, что сначала я расскажу наши, вот, итоги нашего медбюро, потом Амир расскажет о том, что он там делает в Киргизии за это время, да, свои успехи. И потом еще там есть одна темка такая на конце, мы ее вам озвучим, темка очень зашибательская, я бы сказал, такая завиральная, вот, хотя вроде всего пока одну статью мы будем обсуждать. Поэтому, Амир, вы присутствуете здесь, я начинаю, потом мы включаем вашу презентацию, я тоже буду присутствовать, вот, и мы, так сказать, пойдем дальше. Значит, ну да, я забыл сказать, что еще участвует, естественно, Андрей Павлович в этой работе, да, но он не выступает, он сидит у нас как это, как диджей там на пульте, вот, ну, в общем, работа с его участием. Значит, выступление не спонсировано, конфликта интересов никакого нет, поэтому просто будем рассказывать, что мы делаем. Значит, в начале итоги октября-ноября 21 года, когда в основном в популяции гулял штамм дельты, мы специально выбрали некий такой узкий промежуток времени, когда, ну, понятно, что все болели примерно одинаково. Вот, значит, мы проводили сплошную выборку всех, кто обратился к нам за помощью в медицинское бюро. Таковых оказалось 1468 человек. Были созданы критерии включения в анализ и исключения. Разработаны группы по фасеточному типу. По фасеточному типу это не группа сопоставления, это просто вот такая группа рассмотрена отдельно, другая, поэтому больной мог оказаться в разных группах. Ну, и, соответственно, проведен анализ эффективности. Критерии включения в анализ. Это больные старше 18 лет, у нас есть дети, мы их не брали в этот раз. Это первично амбулаторные больные. Это наличие предположительного острого ковида при первичной консультации после симптом-чекера медикейс. Это основная гипотеза, с которой пациент поступал. Исключались больные без диагностической гипотезы ковида. Больные, которые уже находились на стационарном лечении, к сожалению, довольно много у нас таких больных. И больные, у которых диагноз ковида был исключен при, так сказать, прослеживании за пациентом. Ну, была больная, по-моему, с Эпштейн-Бара. Там у меня сомнения, потому что Эпштейн-Бар, знаете, есть у всех. Вот. Был больной с отхождением камней, который дебютировал, похоже на ковид. Хотя, опять же, тоже ковид и отхождение камней не противопоказание одно для другого. Ковид слишком много болезней вызывает. Ну, тем не менее, такие исключения мы, так сказать, делали. Группу мы сформировали следующим образом. Первая группа – это те, кого мы можем две недели проследить. Кого проследили две недели с момента первичного обращения. И можем сказать, что и как с ним происходило. Дальше была группа тяжелых больных. Госпитальная группа. Госпитализированные, точнее, больные, которые от нас попали в стационар. Не умершие больные. Значит, согласно нашим рекомендациям ГНОТ, они немножко отличаются от других рекомендаций. Мы базируемся на наших рекомендациях. Тяжелое течение – 38,5 градусов температура 3 дня на фоне приема адекватной дозы антикоагулянтов. А не вообще температура. И стойкое снижение сатурации ниже 90%. Это может быть раздельно, это может быть вместе. Кто не относился к тяжелым больным нами? Это субъективные симптомы тяжести. Когда люди говорят, ох, я умираю, у меня слабость, вялость и так далее. Не относили. С любой сопутствующей патологией. Все говорят, вот если есть коморбидность, если есть диабет, если есть почта, это тяжелый. Мы их не относили в эту группу. Это не так формировалась группа. Пожилые и больные, включая там 95 лет, например, и ситуация, когда стурация колебалась. То есть не было стойкого снижения ниже 90, а была, например, 88, том 94. Вот как-то так гуляла. Мы их тоже не относили в группу тяжелых. И принципиальный вопрос, это будет с Амиром у нас тут, так сказать, спор по этому поводу. Я уже понимаю. Мы не смотрели на лабораторные критерии, как критерии тяжести. То есть мы не относили больных с поражением легких по КТ. Мы вообще всем не рекомендуем делать КТ. Если я правильно понимаю, Амир вообще КТ не знает, что такое. И правильно, что не знает, потому что это лишняя информация. Она ничего не дает. Но лабораторные признаки, поскольку, во-первых, очень трудно сделать исследование. Больные сами пойти не могут. Приехать никто не приезжает. В общем, мы делаем лабораторные исследования, стараемся делать. Но мы их не берем в качестве критерия. Мы их оцениваем, но не в качестве критерия. Терапия, понятно, это применение оральных антикоагулянтов. Апексабан по 5 мг 2 раза в сутки. Рюрексабан 10 мг 2 раза в сутки. Добигатран 110 мг 2 раза в сутки. Не буду повторяться, потому что это все известно уже давно. Неэффективность терапии, когда больной переходит в группу тяжелых, это назначение стероидных гормонов. Мы назначаем их ПРОС, эквивалентно 30 мг преднизолона, то есть это 6 таблеток в сутки. Метилпреднизолон 6 таблеток, есть дексаметазон 6 таблеток. Все в таблетках одинаково. Вот. С оценкой эффекта на протяжении 2-3 дней. Если температура нормализовывается, мы отменяем гормоны. Если не нормализовывается, мы увеличиваем в 2 раза дозу преднизолона еще на 3-4 дня. Отмен стероидов проводится сразу, никаких там размытых отмен, снижений дозы и так далее. Ну и большое число симптоматической терапии, это лечебное питание, это вспомогательная кислородотерапия, все это тоже использовалось. Амир об этом, я думаю, будет более подробно даже рассказывать где-то. Ну, мы тоже прибегали ко всяким таким вспомогательным вещам. Еще раз обращаю внимание на кислородотерапию. Это баллоны, это концентраторы. Это, слава богу, сейчас широко применяется и стало доступно для домашнего лечения. Вся эта терапия, естественно, амбулаторная. Значит, 675 человек у нас вошло в группу, которые удовлетворяли критериям включения и исключения. Средний возраст 52, треть примерно мужчины. До начала антикоагулянтной терапии, от момента первых признаков заболевания, проходило 6-33 дня. Ну и вот результативность. Так, меня это как-то плохо видно. Сейчас я сам себя подвину. Значит, тяжелых 13% от тех, кто прошли вот у нас на протяжении двух недель. Госпитализированный из общей группы 0,8%, из тяжелых 6,2%. Обращаю внимание на эффективность. Полное выздоровление за две недели 16,8%, улучшение 82,2%. Ну, практически это 99%. Нет эффекта 0,8%. Нет данных по эффективности 0,2%. В группе, которую мы наблюдали две недели, у нас нет умерших. Еще раз напомню, это группы, они перекрывают друг друга, поэтому сейчас я перейду к тяжелым. Там немножко другая картина, хотя, в принципе, она, в общем, наверное, похожа. Так, теперь у меня почему-то не переключается. Я вам переключил сейчас. Не-не-не, не надо меня переключать, я все переключу сам. А то мы сейчас все вместе будем переключать. Так, значит, теперь группы тяжелые больные. 148 человек. Ну, довольно большая все-таки доля больных, согласитесь, 21%, 22% от общего числа больных. Опять же, мужчины, женщины 1 к 3. Средний возраст 55, чуть-чуть повыше, но несущественно. И гипотеза о том, что тяжелые, они все пожилые, это неправда, они разные. Вот, но среди них не все прослеженные 12 и более дней. Но, опять же, цифры такие. Полное выздоровление 15%, улучшение 81%, то есть, опять, в общем, сильно за 90% отсутствие эффекта у 2,5% и смертью 0,3%. 0,7% у нас нет данных. Правда, в этой группе было довольно много госпитализированных. Больных 43%. Значит, госпитализированные больные. Мы не могли и не сочли нужным оценивать там эффективность, потому что не мы лечили, это уже они шли по схемам, которые проходили в больницах. Мы обычно, как вот в статьях пишут, что там умерло столько-то, госпитализировано столько-то. Вот, критерий госпитализации в этом случае вообще не работает, как критерий оценки эффективности. Потому что, смотрите, ну, средний возраст 64, статистически выше, чем в группе тяжелых. Значит, ну, вроде бы как концепция работает. Но, самое классное, появилась возможность полежать в больнице. Это больные пишут, почему они госпитализировали. Ну, появилась возможность, почему не полежать. Ночь стала плохо, вызвала скорую госпитализированию. Очень много панических атак, и такая ситуация регулярно возникает. Врач настоял на компьютере, там 5% поражения пневмонии госпитализировали. Ну, 5% зачем? За тем, что за этим стоят деньги, и больница получает с этого деньги, и врачи получают, и скорые все получают, и, конечно, все наставят на госпитализацию. Потом парадбольный пишет, мы госпитализировались на второй день. Зачем мы это сделали? Все то же самое, все мы уже выписывались. Ну, что делать? Значит, мы столкнулись с такими вещами, как суммация объема матового стекла в каждом легком. Например, в одном легком у вас 25, во втором 22, значит, в месяц 47. Положено брать максимальное значение. А здесь, ну, неважно. Пишем, 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 как умеем. В школе же не все учились, это математика. Значит, совершенно точно повторяю, что нет никакой корреляции между объемом поражения по КТ и клиническими данными по стурации, по одышке, по самочувствию и так далее. Это просто две параллельные вселенные. Вот. Но есть, конечно, больные, которых, ну, невозможно не госпитализировать. Это одинокое проживание, невозможность родственниками, например, из-за слабосильности ухаживать и оказывать помощь при относительно стабильном течении. Вот. И мы, конечно, в таких случаях тоже рекомендуем госпитализировать, потому что нельзя бросить просто человек на произвол судьбы. Но, по нашим данным, 56,7% тех, кого госпитализировались, не оценивались в процессе нашей консультированной как тяжелые больные. То есть, это явно избыточная госпитализация. Еще одна деталь, которую вы видите на этом слайде, что 43% больных было госпитализировано в течение первых двух суток от момента обращения к нам. То есть, они фактически к нам уже обращались в тяжелом состоянии, да. То есть, практически вот 20-25% они в первые же сутки уезжали в больницу. Ну, опять, как вот госпитализацию брать за критерий оценки эффективности? Да никак, к сожалению, мы тут ничего не можем сделать. Ну, и, наконец, со смертями, да, это самая большая проблема, естественно. Больных много, умерших мало, поэтому мы взяли всех, кто умер за этот период времени, то есть, из 1468 человек, рассмотрели всех больных. Средний возраст 70 лет. Ну, обращайте ваше внимание на то, что все-таки это пожилые. Хотя я бы не стал здесь делать никакой статистики, потому что на пяти больных какая-то статистика может быть. Ну, 72, там был 50 с чем-то, но тем не менее. Вот. Мужчин здесь больше, чем женщин. Тоже это не статистика, но тем не менее, на это тоже стоит обратить внимание. Время смерти от момента обращения сутки, четвертые, пятые, в одном случае не ясно, до седьмых, 7-14. Получали лечение по нашей схеме всего один человек из всех этих больных, причем этот больной, по-моему, даже был госпитальный. Госпитализацию двух, двум из этой небольшой группы было отказано в госпитализации. То есть приезжала скорая, или там вызывали врача, говорили, нет-нет, ну, мы вас не повезем, не возьмем. Ну, вот результативность. Мы на себя как бы вот приняли, то есть те больные, которые к нам обратились, которые мы что-то назначили, которых мы как-то там могли пролечить, двух человек. Поэтому мы давали там в группе тяжелых вот эту цифру 0,3, но если брать на 1400, то она такая же, ну, 3% пациентов, больных, которые погибли. Ну, и, наконец, омикрон, да, то, что сейчас пришло, что все обсуждают вокруг, что и как. Я знаю, что Амир тоже любит там про омикрон что-нибудь сказать. Значит, гипотеза, что симптомы болезни могут различаться по частоте в зависимости от преимущественного штамма, но, в принципе, эти симптомы, они те же самые. Ну, это так, как мы себе представляем течение этой болезни. Значит, мы взяли три периода оценки в симптом-чекере. У нас это все удобно, автоматизировано. Значит, мы взяли осень 20-го, весна 21-го года, это исходный материал, исходные штаммы. Мы не знаем, какие они там были, но как бы вот то, на чем мы базировались исходно. Дальше мы взяли осень 21-го года, когда превалировал штамм дельта. И, наконец, январь 22-го, это штамм омикрон. Ну, вот. И, собственно говоря, сравнили частоты симптомов заболевания. Не такая уж сложная работа, еще раз повторяю, симптом-чекер позволяет это все автоматизировать. Значит, сразу хочу сказать, никаких новых симптомов заболевания мы не слышали. Да, все, что обсуждается в мире, это те же самые симптомы. Вот. Но, ну, было ожидание, что, может быть, вдруг у нас изменится частота. Да, как-то она не очень изменилась. То есть, повышение температуры тела, ну, может быть, да. Вот серый – это омикрон, вторая волна синенькая, зеленая – это вот дельта, условно. Длительность повышения температуры тоже, в общем, ничего особенного. Короче говоря, вот то, что мы сейчас видим, ну, в течение января месяца, это не так много больных, значит, это нарушение обоняния и вкуса, да, здесь снизилась частота этих признаков довольно значительно, то есть, я уверен, что здесь будет статистическая достоверность. Повысилась частота боли в горле, не очень существенно, но повысилась. Предыдущие две волны, она была одинаковой. Вот, сейчас отзвенят мои часы, они на 10 минут вперед, не беспокойтесь, у вас нормальное время. Вот, дальше, чувство нехватки воздуха, диспное, это не одышка, это не задышка, как многие говорят, это именно чувство нехватки, заложенность груди, да, она снизилась. Любимые наши яркие сновидения, тоже частота уменьшилась, и уменьшились суицидальные наклонности. Ну, вот такие вот признаки изменений есть, но они с точки зрения частоты, с точки зрения симптом-чекера являются значимыми, да. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, что по-прежнему на первом месте идет слабость и повышение температуры тела. То есть, с точки зрения искусственного интеллекта, это все является важным и требует анализа, но с точки зрения того, что это другая болезнь, какая-то другая болезнь, это не так, это все то же самое, примерно. Ну, и, собственно говоря, я хотел Амиру передать слово для того, чтобы он рассказал о том, что происходит у него, что он сделал. Я буду, наверное, тоже прерывать периодически, потому что, ну, мы в качестве дискуссии такой сегодня ведем нашу школу. Пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Спасибо, Павел Андреевич, за приглашение. Очень приятно быть в вашей студии. Ну, сегодня мы поговорим о клиническом опыте, который происходит в Бишкике, в Кыргызстане. Большинство случаев я вел со своим коллегой, Бекмаматом. Он сейчас, возможно, нас тоже слушает. Он тоже является учеником дорогого Павла Андреевича. Ну, и начнем. Ну, хотелось бы начать, как мы работаем, с чего мы работаем, чем мы работаем, методики наши, да. Мы работаем в неком таком вот, в некой комбинации оффлайн и онлайн работы с больными. Это когда больные задают анализы в лабораториях частных и на основании данных лабораторий, на основании либо живого осмотра, либо видеозвонка, либо телефонного разговора, либо какой-то дистанционной коммуникации по СМС и прочее, мы контролируем и мониторим состояние больных. Наши больные также находятся в основном, 99% это дома, но также есть опыт работы, когда мы забираем из стационаров тяжелых больных, прям чуть ли не с реанимацией, либо мы консультируем в реанимационных отделениях тяжелые случаи, когда мы осуществляем тоже некую такую комбинацию связь между лечащим врачом, либо между родственниками и так далее. Чем мы пользуемся из лекарств? Конечно же, мы начнем разговор с антикогулянтной терапией, это база. В нашем распоряжении в Кыргызстане присутствуют надропарин кальция, анексопарин натрия, апексабан, реваксабан. Иногда есть возможность зарубежных стран достать некие другие препараты из серии антикогулянтов, но чаще всего они не нужны, потому что в принципе все здесь есть и никакого дефицита у нас нет. Кстати, хотелось бы особо отметить, именно благодаря выступлениям Павла Андреевича, здесь вообще начали применять серьезно и повсеместно антикогуляционную терапию как базовую и стартовую на всех этапах болезни. Ибо до ковида был страшный дефицит этой группы препаратов поштучно. Вы представляете, мы покупали поштучно те или иные препараты, хотя они нужны при различных состояниях, не только при коронавирусе, как говорится. Также мы пользуемся гормональной терапией, это у нас такая некая комбинация гормональной терапии, которая включает, как Павел Андреевич рассказывал, о таблетированной форме преднизолона, только у нас преднизолона в таблетированной форме нет. Мы используем этилпреднизолон, если речь о таблетированной форме. Ну и о пульстерапии. Пульстерапия взята из руководства военного клинического госпиталя им. Бурденко Андрея Алексеевича Зайцева, клиническая статья за 2020 год, когда он один из первых в мире высказался о драматическом антицитокиновом эффекте больших доз гормонов метилпреднизолона в короткий период, чаще всего это в трое суток, Мы делаем то же самое с 2020 года. И моноклональные антитела. У нас на рынке присутствует тоц или зумаб, российских моноклональных антител у нас нет, левый лимаб там есть, но у нас этих препаратов здесь, я не знаю, резогистрирован даже или нет, но больные, кстати, их находят, потому что есть доступ к этим препаратам, также за границей заказывают, с Москвы и так далее. То есть это все компоненты нашей иммунотерапии. Сейчас вот когда все статьи про COVID выходят, вот эти все компоненты гормональные, противовоспалительные, называемые, они относятся к иммунотерапии. Ну и понятное дело мы пользуемся свежезамороженной плазмой. Это опять-таки это достижение работы Павла Школы Андрея Ивановича Воробьева, Зиновия Салмоновича Баркагана, это ученики Павла Андреевича. Мы рассматриваем концепцию, что тяжелые формы COVID, особенно реанимационные больные, вот сатурация 50-60, с огромными поражениями легких до 70-80%, у них идет мощнейшее потребление факторов свертанности, истощения системы гемостаза. И мы используем свежезамороженную плазму в больших количествах, то есть по 500 мг трансфузии, по 600 мг единократные трансфузии. Конечно, все делается по показаниям, совместимости и прочим-прочим. В нашей практике такие случаи тоже есть. Ну и, понятное дело, как это всем управлять, да, этим процессом. Мы как бы подчиняемся и всегда смотрим на два протокола. Это протокол под редакцией Павла Андреевича Воробьева, он форматируется, немножечко видоизменяется, что-то дополняется, что-то вносится. И на клинической рекомендации под редакцией Андрея Алексеевича Зайцева. Как раз-таки там и расписаны некие стандарты и моноклональных антител, и пульс-терапии, и подходы и так далее. Так, начнем с клинических случаев. Вот этот клинический случай, это был Дельта-штамм, прошлый год, август. Пожилой дедушка, 87 лет, тяжело очень болел ковидом, на протяжении полторы недели находился дома. Родственники приняли решение не госпитализировать данного больного. Ну, в связи с тем, что возраст, как за ним ухаживать в стационаре будут, вот эти все аспекты. И они приняли решение лечиться дома. Поменяли до 6 лечащих патей, которые пытались лечить его. К сожалению, как бы стандарты лечения были неадекватные. Он даже анализов не сдавал особо. И он получал только антибиотикотерапию и антикогуляционную терапию. И немножечко получал дексаметазоны. Я его осмотрел, у него своя сатурация была в районе 75%. Он находился на трех кислородных концентраторах, два из которых были выведены на улицу. Вот вы их можете видеть. То есть это мы делаем целью того, чтобы... Ну, опять, жарко было, шумят они. Во-вторых, это лето, да, август там плюс 40 у нас было. Во-вторых, концентратор потребляет же кислород. Если он в комнате, комната маленькая, то лучше его выводить на улицу. Ну и так удобнее как-то было, накроешь это и все. Вот. Ну, я начал лечение. Такой дедушка был, такой крепкий. Держал сатурацию. То есть если бывало... Мы настроили конюли, три конюли были под носом. Да, вот так. Держал, то есть если они выпадывали, либо еще что-то во сне. Он, в принципе, держал в районе тоже 70%, так вот, процентов. Я начал с дексаметазона. То есть я делал по таким маленьким дозам, по 12, по 14 миллиграмм, однократно в сутки с мониторингом анализа. Началось вроде бы неплохо. У него при старте терапии ферритин был в районе 500, цебелок небольшой. То есть у него было такое вело-текущее воспаление, которое, в принципе, не соответствовало опять-таки тяжести. То есть такой сильной дыхательной вещественности анализы были неплохие. Ну и я как бы думал, ну как пойдет, так пойдет. И вроде бы на дексаметазоне мы начали свой путь, да, несколько суток, четверо суток я его ввел на дексаметазоне. Но ситуация не улучшалась ни по сатурации, ни по анализам. Не то, что не улучшалась, она даже ухудшалась, особенно по анализам. Поэтому здесь вот, наверное, все-таки важно это все мониторировать, да. Ферритин у него выскакивает 1011. И я, конечно, стал подключать пульс терапии. Я прошел к двукратной компонентной терапии. Это когда утром-вечером мы делаем пульсы. Утром побольше дозу, вечером чуть поменьше дозу. И я давал ему 500 утром и 250 на ночь. И так происходило опять-таки несколько суток. Ситуация резко улучшилась. Десатурация стала проходить. Он стал держать уже в районе 85%. Начал кушать, побрился даже сам, будучи в постели. Ферритин стал падать, стал 866. И тут резкий опять скачок. То есть 1330. На фоне, как говорится, полного здоровья. И интерликин-6, маркер тяжести больных, стал реагировать. Но, что самое интересное, он был в норме до 5. То есть он стал, он был все время 0,1, стал 5. Но я это стал рассматривать как ухудшение, вторая волна его воспалительного процесса в организме. И я перешел с монотерапии гормонов к монокональным антителам. К тот целизумабу. Дал две дозы по 400. 400 плюс 400 через 24 часа с мониторингом. И у него состояние резко улучшилось. Мы убрали два концентратора, оставили на одном. Аппетит резко улучшился. Он заговорил. Он так особо не разговаривал. Так, здрасте, здрасте. Так улыбался. А тут он заговорил. Стал сидеть. Потом мы оставили только монотерапию гормонами. Уже маленькими дозами. Раз в сутки. И сняли с концентраторов. Вот так вот. По 77 лет. Конечно, терапия была долгая. На протяжении 17 суток переживаний. Вот и вот даже кошечка дома, которая постоянно с нами была. Следующий случай. Похожий. Здесь женщину выписали в течение двух недель. После двух недель нахождения в стационаре города Бишкель. По документу правления. Но меня удивило, что вся документация, которая по ней есть, она включала в себя только базовые наборы анализов крови. И ей было рекомендовано только восстановительное лечение на концентраторе. Я ее осмотрел. Состояние было тяжелое. Своя сатурация тоже была в районе 75-73-74-75. Она не пила и не ела. Была такая вот поникшение. Не переключили, Амир. Как? У меня переключено? У меня переключено? Нет? Нет, у нас только концентраторы стоят. Странно. Ну-ка, я сейчас попробую. Вот так? Есть? Вот теперь есть. А, все. Ну и я взял ее все маркеры крови. Ферритин, интерлекин-6. И там было сильное воспаление. После осмотра, опять-таки, у нее был ферритин-702, интерлекин-6. 6,42 и 3. РФМК космический был. И что самое интересное, у нее в легких были по всем поверхностям такие большие хрипы. Но КТ, понятное дело, я не делал, потому что она, во-первых, была особо не транспортабельна. Она еле сидела. Во-вторых, она была постоянно прикована к кислородному концентратору. Ну и состояние было такое, не до КТ, так как говорится. И я сразу пришел к стартовой терапии. Начал с дексаметазона, потому что он у меня под рукой был в тот момент. У них не было метилпринезолона в тот момент. И я дал 12 мг. Моментальный эффект. То есть, когда она находилась в стационаре, ей давали тоже дексаметазон, где-то в районе 4-6 мг. Вот я дал в 2 раза больше, да. По весу я так посчитал, ну и по ситуации. Моментальный эффект. На утро она уже улыбалась, она начала пить воду. И утром я начал с монокональных антител, потому что как раз интерликин-6 соответствовал вот этому уровню. Однократно, 400-0 я сделал. И перешел на метилпринезолон. Но на маленькие дозы, на 250 однократно. И так на протяжении 4-5 суток. 250-5 суток. Внутривенно. Да, 250 внутривенно. Я рассматриваю, что можно здесь однократно, вот так вот быстренько, за полчаса. И это самое. Моментальный эффект. Эта вот фотография сделана через сутки от начала терапии. То есть, я начал в 9 вечера. И вот уже к 5 вечера следующего дня она вышла на улицу. Я путем обмана ее заставил выйти, потому что я хотел проверить ее мобильность, способность. И она смогла это сделать. Держала сатурацию без кислородного концентратора. Конечно, она еще несколько суток спала с кислородным концентратором. Но потом она уже... Вообще он ей не нужен был. Она кушала, все радовалось. Все было хорошо. Следующий случай, это как раз классический случай, который, наверное, понравится гематологам, гемотрансфузиологам в школе Баркагана, как говорится. Мужчина с 65-го года рождения. Он болел до обращения к мне на протяжении трех дней. То есть, это очень важно. То есть, вот эти все истории, что реанимационные больные спонтанно ухудшаются, они, наверное, имеют под собой некую такую правдивую долю. Почему я это говорю? Это было заражение кластерное. Болела вся семья. Он, жена, дети. Все болели, в принципе, не страшно. То есть, они когда меня вызвали на осмотр, я их осматриваю. В принципе, можно было вообще не лечить. То есть, ну, что, по вечерам немножечко температура, никакой головной боли, никакой там прыжков сатурации и прочее, прочее. Но я решил сделать скрининг и всех отправил на анализы крови и на специфические маркеры, в частности, ферритин. То есть, увидеть, что там происходит, какое воспаление у них в организме. И оказалось, у всех ферритин в норме. То есть, я говорю, о, у вас все хорошо. И свертывающая система в норме. А у этого пациента ферритин в три раза выше нормы. Я совершенно не поверил. Я подумал, что он болеет дольше. Что, может быть, он болеет 9 дней где-то, да. А потом все-таки тщательно собрал анализ. Нет, он точно болеет 3 суток. Но я решил, что делать. Я назначил ему антикогулянты. Потому что воспаление все-таки идет. Мало ли что там будет за свертывающим. И смотреть. Почему? Потому что здесь большие дозы гормонов давать тоже не надо на такие ферритины. Особой симптоматики нет. Но остается наблюдательная тактика. Я держал с ними связь онлайн. Свою коллегу тоже взял. Бекмамат. Он мне очень помогал в этом кейсе. И поддерживал связь. И раз в 2-3 суток они сдавали анализы. Ферритин рос просто волнообразно. От 200 до 300 параметров в день увеличилось. И так дошло, что через почти неделю, через 5 суток у него ферритин уже был 2168. На фоне, как говорится, полного здоровья. Я когда узнал, что он работает еще в огороде своем. Что он еще что-то там по дому тяжести поднимает. Я думал, что он больше как бы покоя ему сказал. Я удивился. То есть вот такая гиперферритинемия на фоне полного здоровья при всех нормальных параметрах крови. И С-белка, и фибриногена, и прочего прочего. То есть обычно же говорят, там С-белок взлетает, фибриноген отражается как показатель тяжести. Нет. Здесь все как разодержалось. Я не мог понять этому, почему это самое. Я потом стал встречать летом на Дельташтаме несколько тоже мужчин, кстати, пациентов. У него одного вообще было в районе 2000 или там по 3000 было ферритин. Только он продолжал водить машину и работал каждый день. Я так и не лечил его, потому что он говорит, нет, мне все хорошо. То есть, скорее всего, есть такая вот особенность, что у кого-то происходит гипериммунный ответ, мощное воспаление. Но у кого-то это дальше не переходит, эти компенсации. Кто-то с этим ходит просто, да, на фоне ковида. Но у кого-то это переходит, потому что вот такие прыжки железа в организме, они хорошие, мало чем заканчиваются. И у него стала появляться клиника, особенности чувства железа во рту. Он так говорит, как будто, говорит, у меня кровь во рту, вот железо крут во рту. Ча же стала в голове появляться. Ну и я стал слушать его легкие, стали появляться хрипы. КТ мы не делали там, не до КТ было опять-таки. Сухой кашель стал появляться при нагрузках, когда он стал выходить в туалет. Ну и мы начали пульс-терапию. Возможно, здесь сыграла наша вот ненастороженность, какая-то вот ошибочность. Мы начали с маленьких доз по 250 метилпроднизолонов в сутки. Он сразу пропотел, прям прекрасно пропотел. Но появилась стойкая бессонница, которая ничем не купировалась. Что самое интересное, я читал работы итальянских врачей, на ковиде публиковалось, о большой роли мелатонина при цитокиновом шторме, как противовоспалительном компоненте и прочее, как и средства для бессонницы. Ничего ему не помогало. Ему давал мелатонин в огромных дозах, никакого эффекта он не давал. Хотя у его жены от одной таблетки она спала очень хорошо. И, возможно, тоже был как реакция на воспаление, его бессонница. И легкие стали ухудшаться, хрипы усиливаться. Стала появляться десатурация. То есть мы подключили 10-литровый кислородный концентратор. Кстати, это большая редкость в нашей стране. В основном все кислородные концентраторы – это по 5 литров. И люди от безысходности совмещают 5 плюс 5. Поэтому рекомендовали, либо как он тут дедушка, 5 плюс 5 плюс 5, что 15 литров было от дачи кислорода. Здесь у них повезло, они где-то откопали 10-литровый. И мы работали на этом 10-литровом концентраторе очень спокойно. Начали пульсовать, провели 250, 500, 500, 750. То есть мы довели до такой вот 2000 мг. Никакого эффекта, чтобы мы его вытаскивали, не было. То есть десатравация усиливалась, стала доходить до 70-73, когда он выходил в туалет. Он приходил такой весь белый, такой губы синие. Конечно, было очень волнительно. Это был такой вот тяжелый случай, потому что он на глазах прям ухудшался. И перед началом нашей стартовой пульсотерапии, перед 250 мг, мы взяли анализы на интерлегин-6. Ну и понятно, мы мониторили каждый день ферритин и свертывающую систему. И что интересно, то есть до того, как вот, вот это анализы вы видите после последнего пульса 750. Во время всей пульсотерапии анализы были в принципе неплохие, его свертывающие системы. Интерлегин-6 первый был 33, а вот последний, после последнего пульса 99. У нас такая особенность в Кыргызстане, что многие лаборатории берут интерлегин-6 и смотрят на него раз в неделю. Это вот очень мешает работать, особенно по вторникам, либо по четвергам смотрят, в зависимости от лаборатории. И ты попадаешь в такое окошечко, что ты вынужден работать вслепую, только смотря на клинику. Ты не можешь смотреть на какие-то данные. Но ты можешь смотреть на вторичные данные, на тот же ферритин. Ферритин у него падал на пульсах, то есть в 2168 он упал до 900 с чем-то. Но интерлегин продолжал свой рост, то есть воспаление никак не отступало на пульс терапии. Ну и мы приняли решение, тем более, вот вы видите, какая у него свертывающая система. Удлинение АЧТВ, рост РФМК, фибриноген, ну и ладно, воспалительный. Д-димер, начал реагировать, он все лежал там, как говорится, ниже плинтуса, а сейчас вот стал подниматься. То есть свертывающая система показывает, что нагрузка на гемостаз идет колоссальнейшая. Ну и понятно при таком интерлегине. Ну и что мы сделали в такой ситуации? Мы дали пульс 1000 с свежезамороженной плазмой 600. Ну у него и вес такой был, такой хорошенький, под 90. Эффект был очень хороший. Во-первых, бояться не надо плазму лить. Вот эти все истории про трали, про перегруз давления, это все на самом деле, знаете, это все не подтверждается очень часто. Во-вторых, здесь прямые показания. Почему? Потому что идет мощнейшее воспаление. Тролинькин 99, это люди умирают от такого интерлекина. Во-вторых, мы видим, что свертывающая система у него уже отказывает. И это как бы и подтвердилось нашим лечением. После пульса, через 2 часа мы делали в течение часа плазму, эффект был моментальный. Вот я, честно сказать, я даже, то есть я его сравниваю, наверное, только с моноклональными антителами. Я только буквально недавно осенью узнал вообще, что делает по современным стандартам плазма свежезамороженная на таких вот септических больных. Почему? Потому что, во-первых, она имеет антицитокиновое действие, тумор-некрозис-фактор. Во-вторых, она влияет на фактор фон Виллибранд, это морковь посудистого поражения. Во-третьих, она дает все факторы свертываемости, о чем постоянно говорит Павел Андреевич. Ну и является донатором Адаматс-13. Это основное базовое вещество, которое отвечает за наш гемостаз. Вот, эффект был моментальный, сатурация стала выравниваться. Через 2 суток у него уже было районе 91, он уже стал ходить, подниматься на второй этаж. Был полностью кислородонезависим, свободен. Через 4 суток мы его выписали. Ну и вот, посмотрите, это мы для интереса, это был чисто научный интерес, то есть нам это не надо было. Мы сделали ему КТ легких. Ну, когда КТ ему снимали, врач-регинолог очень удивился, что он увидел, и кто перед ним стоит. Он стал расспрашивать о неких аутоиммунных у него болезнях, есть ли у него ревматизм и прочее. То есть он очень удивился, что человек живой. Ну да, конечно, объем поражения был такой колоссальнейший. Он был очень рад, он жив, здоров. Кстати, что самое интересное, вот этот кейс, этот случай, его вся семья, члены его семьи болели очень тяжело ковидом. То есть это такая вот некая, об этом ученые тоже говорят, о случаях семейной, о семейных предрасположенностях, когда в пределах семьи, тяжелые больные, вот такие вот с выпадом, да, с выбросом воспалительным. Следующий случай вы увидите, вот он, это его родственница, она заболела в прошлом году. Ну, это тоже ситуация была такая очень интересная, был тот же самый концентратор. Женщина среднего возраста болела очень легко, то есть там 36,6, там по вечерам немножко головная боль, но на пятые сутки стала работа идти. И когда они мне обратились, они сдали стартовый пакет анализов, и я увидел, что вот опять ферритин 500, 512. Я говорю, а вот это пограничнее. Вот здесь надо, говорю, нам подождать, как пойдет. Ну, понятно, начался антикогулянтов и ждал. И вот вроде бы у него работа прекратилась, вроде бы состояние стало улучшаться. И вот температура 37,5, под 38, это уже где-то седьмые, восьми сутки, и рвота опять усиливается. Я в тот же день беру анализы и вижу, что ферритин вырос, стал 813. За несколько дней, да? Ну, опять-таки, было предложено начать стартовое лечение, предупредил о том, что, возможно, упадет сатурация, что нам нужна будет кислородная поддержка, что, возможно, еще там потребуется, ну, что состояние, возможно, будет тяжелым. Мы начали, опять-таки, с пульс-терапии метилбритнизолона, опять-таки, с 500 мг, но перешел сразу на 1000, как только увиделось, что ферритин стал расти, ферритин рос градиентно, он дошел до 1049 на высоте болезни. Его удерживали пульсы по 1000 раз в сутки, но потом я перешел на большую дозу, потому что десатурация стала присоединяться, и ферритин продолжил свой рост наравне с интерлекином 6, который дошел до 15 на высоте болезни. И я перешел к 1500 раз в сутки, два раза произвел этот пульс, состояние стало резко улучшаться, хрипы в легких проходить, стало держать сатурацию. Я ее видел раз в сутки при пульс-терапии, ну, и два-три раза в день созванивались, как дела, кушает, не кушает, стул есть, моча, диурез, как, что. Ну, и понятно, каждый день мы сдавали анализы, чтобы не пропустить ухудшения, ну, и как бы, чтобы была такая вот обратная связь. В итоге она выздоровела. Я до сих пор помню этот день, когда я к ней пришел делать пульс, у меня был вопрос сделать 1500, то есть она еще будет тяжело уколеть, либо уже снижать и отменять все. Я слушаю легкие, я слышу только уже нижние доли, немножечко хрипят, а так она может даже целый день ходить, там, по 4-5 часов без концентратора, и она не чувствует даже, что у нее сатурация падает. Так у нее падал в один момент до 83. То есть она была полностью кислородонезависима. Я сказала, вот теперь остался последний пульс и все. И сделал, через сутки проверял анализы, все упало, и она была так рада. Ну, и я, конечно, был рад. Вот, следующий случай, об этом вот я, вообще это один из самых моих тяжелых случаев. Сейчас вы увидите по кислородонедостаточности. Это моя тетя, врач, лор, специалист с большим опытом, очень тоже изучает коронавирус, смотрит все вебинары Павла Андреевича, его большая поклонница, ученица, фанатка. Она заболела дельташтамом в августе. Не знаю, где, конечно. И болезнь протекала довольно-таки стандартно. То есть не было никаких тревожных знаков, что там типа работы, либо большой температуры, либо там чувство железа во рту, еще что-то. И она когда мне рассказала, я принял галочку, поставил, что она болеет, но как бы я не пережила за нее. Также она вакцинирована, вакциной «Спутник Ви», две дозы получила. Ну, и она тоже не переживала за себя, потому что, во-первых, симптомов страшных нет, и подумала, что все будет хорошо. Но у нее, так как и возраст, мы решили дать ей пероральные антикогулянты, чтобы как-то, ну, мало ли, от болезни пойдет еще что-то, чтобы как-то болезнь интенсивно снизить. Но особого эффекта не было, к сожалению. И мы пришли к мнению, мы каждый день созванивались, что я говорю, давайте я вас осмотрю, кстати. Она очень так, ну, она говорит, зачем ты будешь приходить, время тратить, еще заражу туда-сюда. Я говорю, ну, я просто переживаю. В итоге мы договорились, что на пятые, седьмые сутки я ее осматриваю, и если мне что-то не нравится, то я смотрю анализы крови. И при надобности уже там дальше, дальнейшие действия наши будут видны по анализу крови. Если нет, то все, как бы ничего не делай, перорально, и все. В итоге она мне звонит на седьмые сутки, в ночь между шестыми и седьмыми сутками, и говорит о том, что по ней будто бы проехался поезд. Вот была такая тяжесть, о которой вот никогда в жизни она такой не испытывала. Следующая, она описывает, что трудно было дышать ночью немножечко, и она замеряла сатурацию. Кстати, вот качество вот этих вот пульсоксиметров, надо менять батарейки там, чтобы цифры были валидные, потому что если цифры показывают там выше 98, значит батарейки надо менять, да. И она говорит, что ночью был момент, когда я вставал в туалет, было 89. То есть я решил это перепроверить. Если это правда, то это все плохо. Если это неправда, то надо просто поменять и наблюдать, да. Лучше саму один раз увидеть. И я когда к ней прихожу, у нее была температура 37, бледненькая была. И я стал осматривать, делать аускультацию, выслушивать верхушки и прочее. Легких вообще не было. То есть я вообще не слышал никаких физикулярных там звуков и прочего, да. То есть, ну, это был чисто тяжелый больной. Вот помните истории, когда только стали описывать там больных с ковидом, американцы в западной прессе, там врачи писали, что, мол, с тобой больной разговаривает, с ним все хорошо, а легких уже нет. То есть он уже уходящий, да. То есть вот это был случай на моем близком человеке, да. Но я решил перепроверить себя. Вот здесь я сделал КТ. Почему? Потому что я подумал, вдруг я ошибаюсь. Ну, как бы здесь цена ошибки слишком высока. Потому что пока анализы сутки ждать, я подумал, ну, гляну, что там происходит. В итоге на КТ вот такая страшная картина. Врач рентгенолог написал, что там 45 процентов. Но я увидел побольше. Ну, и как бы аускультотином было понятно, что почти все легкие поражены. Их почти не было. Ну, что интересно, очень держалась хорошо сатурация. То есть это вот опять-таки, видимо, компенсаторный механизм. Не предугадаешь, у кого она, когда упадет. Но здесь было понятно, что в течение 2-3 суток она упадет. И она упала. То есть когда мы даже на КТ ездили, я так на пальчики держал, там она уже была при нагрузках 85. Ну, я пришел к стартовой терапии. Я тут решил много, как бы, не ждать. Я начал опять-таки с пульс-терапии. Начал с максимальных доз стандартных, с 1000. Потом через 12... Но у коагулянты все-таки была. А, ну да, да. Но я имею в виду противоспалительный. То есть вы добавили. Да, противоспалительный. Да, я имею в виду такой, реанимационной такой техники нашей. Ну вот я стал 1000, через 12-1600-500. Что-то замаячиваем. Температура стала чуть-чуть отступать, что-то станет улучшаться. Но ночью сатурация стала еще больше падать. И стала чуть-чуть отдышка появляться. И я понял, что, как бы, особого эффекта я не вижу. По идее, потому что, если пульс обычно как работает? Ты когда делаешь, больной температура выключается. Когда температура выключается, то, конечно, могут быть, как в прошлых случаях, какие-то там прыжки ферритина, интерлекина, но они уже такие неубийственные, как говорится, да, потому что ты уже процесс сытокинеза останавливаешь. Но здесь ничего не останавливалось. Температура стала возвращаться. Я продолжаю так же. Вторые сутки 1000. Беру снова анализы. Анализы, значит, жду их. Там до вечера надо ждать, да. Продолжаю, как бы, с гормонами. Они не работают. Вот это была особенность. Я решил проверить, по моему опыту, сделать 1500 однократно. Это никак не повлияло. Что самое интересное, по анализам, то немножко влияло. ЛДГ держался. То есть, ЛДГ, как бы, он был в районе, вот здесь мы видим, нет, здесь ЛДГ нет, там в районе, ЛДГ был в районе 1000. То есть, и он не рос вверх. А зато С-белок, ферритин, фибриноген, интерлекин-6, все взлетало. И десатурация наполнялась. То есть, мы перешли уже от одного концентратора к двум. Мы поставили стабилизатор, потому что напряжение у нас скачет. Этого не хватало. Она, когда спала, у нее еле-еле было 90-91. А стоило только встать в туалет. Мы еще длинные конюни такие держали, чтобы она смогла под кислородом в туалет ходить, кушать. Там вообще падало страшно, до 75-ти, вот так вот, 70-ти сильные нагрузки. Она тоже особо не ощущала, конечно, она быстренько перебежечками ходила. Конечно, тут, как бы, страшно было. Мы развернули кислородную станцию, дома вот такие баллоны поставили. Кстати, вот особенности вот этого кислорода, хотел бы сказать. К сожалению, как бы, у нас здесь кислород, вот этот, он промышленный. То есть, это не медицинский кислород. То есть, здесь примерное содержание в этих баллонах, оно нестандартизировано, не валидизировано. И здесь вот такая особенность, нету вот такого кулибина. То есть, здесь приходится ручным способом переключать эти баллоны. И на помощь пришла моя мама. Она уже была переболевшая. И каждые шесть часов мы вот переключали баллон А на баллон Б. Это было ужасно, потому что ты, как бы, должен лечить, как бы, а ты должен еще переживать, еще там, еще в страхе, что, не дай бог, еще рванет, да, как говорится. Вы знаете, от чего рвется баллон кислородный? Ну, я слышал, что там то ли масло что-то попадает или что-то такое. Да, масло, только это единственная причина. Ну, я помню, я еще помню, когда я там целый день находился, мониторился, но на ночь приходил спать к себе. Я думал, сейчас приду туда на утро, а там ни тетя, ни дома, да. Главное беречь кислород от масла, тогда все будет нормально. Да, ну, они справились, они были большие молодцы. Ну, и мы здесь перешли к агрессивной такой антипротивоспалительной терапии, потому что, смотрите, С-белок на высоте болезни был 182, ферритин был 1815, интерлегин с 32,2, вырос до 40. Это на фоне еще пульсов, еще на антикагулянтах, да. Вы представляете, что там творилось в крови, да, какое воспаление, каскад вот такой сидел. Пропал стул, кстати, вот это вот, Павел Андреевич рассказывал про синдром, про ДВС-синдром, особенность, вот что со стулом, там проблемы. Ну, и мы дали тот селезумаб 400, 400 ноль однократно по протоколу Андрея Алексеевича, ну, и это, кстати, включено протокол по Андрею Алексеевичу. Моментальный эффект, вот как вот в западных публикациях пишут, серебряная пуля. Вот прям вот мы как увидели, подстроились, и в эту цель выстрелили. Вот прям на игле, вот как вот описывают, я не знаю, я просто, это был первый мой опыт с тот селезумабом, я не работал с ним, это вот после нее я стал активно в практике использовать, если я вижу подходящий интерлекин, который можно сбить, и меньше гормонов потребуется. Моментальнейший эффект. Температура сразу, вот этот 37, который держался, вот она после капельницы через 5-10 минут она уже упала. Она так радовалась, стала видеообращение всем записывать, благодарить. Но, вот здесь вот особенность, то есть сама по себе, сам, сам по себе, монокональные тела, это не серебряная пуля, они работают только в комбинации с ГКС. Ну, как бы, на Западе есть тексаметазон, он использует, но я использую по-своему, с метилбренизолом, почему? Потому что метилбренизолом более быстрый противоспалительный эффект, как у пренизолона, да, ну и более безопасный, потому что он более новый. Тексаметазон, все-таки он такой, там, много не дашь его, да. Я совмещал, я оставил пусть терапию, я не доверял до конца только с Элизумабу, я продолжил работать, как умею. И наутро я беру анализы, и что самое интересное, вот эти вот особенности. То есть клиника исчезла, как бы, де-факто больной здоров, да, сатурация стала чуть-чуть выравниваться, но анализы застыли, вот что самое интересное, то есть я это назвал феномен замораживания, да, то есть монокональные тела остановили воспаление, каскад этот воспалительный, но не уснизили его, то есть ферритин стоял, интерлейкин стал падать, конечно, а полного такого падения не было. Ну, и я это стал рассматривать, что как бы нам не хватает, нам нужно продолжить. Ну, и я сделал вторую дозу монокональных антител, также 400, и через значение собственного гормона, но уже меньше. И все, анализы упали. Хороший вопрос, Андрей Павлович. Анализы упали, интерлейкин 6 до нуля упал, там 3,9, да, Себелок 0 стал, ферритин там в норму пришел. Клинически все было хорошо, он стал кушать. По поводу вопроса, наверное, здесь сразу отмечу, вот это правильный вопрос. Моноконалку ни в коем случае нельзя давать, если есть подозрение на бак-инфекцию. Почему нам как бы полегче с этим вопросом? Потому что в 99% больные находятся дома, амбулаторно. И если нет каких-то там кондиционеров, да, либо еще чего-то там, то, что может как-то повлиять на возможную бак-инфекцию, то здесь вообще можно быть спокойным. Но особенно у пожилых, вот сейчас на омикроне у меня больные есть, там, да, что самое интересное, там, вот сейчас больные дома подхватывают, не только в стационарах, но даже дома, непонятно, то ли они выходят на улицу где-то, то ли еще, потому что проколистанин даже реагирует, лейкоформула, лейкоформула, палочки взлетают там, да. Вот. Это подсказывает, Амир. Да, ну это мы сейчас еще не дошел, да. Но, конечно, на всякий случай, по стандартам, мы назначили как бы минимальный такой в таблеточках антибиотик на несколько дней, пока мы давали, пока мы делали иммуносупрессию, ну, потом отменили. Ну и, понятное дело, мы раз в сутки сдавали общий анализ крови с этими ферритинами, интеррекинами и проколистанин, чтобы поймать что-то. Ну и как бы по-клинически было бы заметно, да там температура пошла бы, либо кашель пошел бы, еще что-то. Ничего этого не было и хорошо, как говорится. Вот, тетя с нами. Здравствуйте, Вова Александровна. У меня вопрос попутно, а плазму-то что не перелили? Вот, хорошо вопрос. Стоял вопрос о плазме, но тут у нас как говорится несколько аспектов. Что сейчас на омикроне, что на дельташтаме. На дельташтаме плазма исчезла в городе. Это было, наверное, к августу, когда-то. Да, ее просто льют у нас хорошо в стационарах, как бы это повод для радости, что больных лечат, да, но еще не было, во-первых. Во-вторых, ну я рассматривал так, что если анализы крови, свертывающей системы, там фибриногенов, МКА, ЧТВ, прочее-прочее, МНО там, если они нормальные, то, в принципе, мы быстро сработали за трое суток, получается, то можно идти как бы на антикогулянтах. Но если бы там я увидел бы это, конечно, я бы стал бы бить тревогу там и искать. Ну, конечно, она получила зато очень хорошую пульс-терапию, то есть до 8000 миллиграмм метилпорнизолона и 800 тоцелизумаба, да, плюс еще инъекционные антикогулянты, там смена андропорина, анексопорина, то есть она получила хорошую такую противовоспалительную терапию антикогуляционную. Что самое интересное, вот это тоже особенность, после снятия вот этого каскада воспаления на вторые сутки, после второй дозы тоцелизумаба и гормонов, у него появился стул очень хороший, пересталька кишечника и прочее. То, что мы как бы радуемся чему, когда вот в хирургии после операции стул появляться, здесь было то же самое, то есть точно такой же процесс. Это моя вторая, ну вот, тетя с нами, это моя другая тетя, тетя бабушка, у нее дефект иммунитета, это сразу хочется отметить. Я не знаю, что это за дефект, но, во-первых, она уже четвертый раз, третий раз болеет точно, да, вот сейчас. До этого она переболела, как бы первым штаммом, вот это вот ее болезнь первым штаммом, она перенесла онкологическое заболевание, по-женски, как говорится, успешно вылечилась, принимала там цитостатики и прочее. Возможно, это как-то повлияло на ее такую чувствительность, да. Во-вторых, дело не в том, как она болела, там легко-нелегко, а дело в том, что всегда она подхватывала интересные осложнения. И вот первое осложнение, которое, когда она заболела, это было ее одним из первых симптомов, по сути кофе, она даже не понимала, что на кофе там болеет, ни кашля, ничего особого нет. У нее был первый симптом повышения давления, который никогда еще у нее не было. Здоровый человек гимнастикой занимается, в бассейне плавает. И вот такие глаза. Я когда это все увидел, понятно, что с вами происходит, я ей назначил пероральные антикогулянты, тогда был у нас только вот ревероксабан, в такой попал Андреичей дозе, два раза в день, минимально все. За три дня глаза стали как у здорового человека. То есть это все, вот это кровоизлияние, оно прошло на пероральных антикогулянтах. Это был первый раз. Второй раз у нее был, кстати, очень интересный лом COVID. Такой вот, знаете, вообще полтора-два месяца она болела, анализы все свертывающие системы, воспалительная она так и держалась, пока мы ГКС не назначили, на антикогулянтах, на инъекционах она вообще не выходила. Она как бы не ухудшалась, но и не выздоравливала. Только ГКС назначили, все, выключили болезнь, и она нормальная. Вот здесь я бы хотел бы это обязательно здесь в докладе указать. Мы, кыргызстанцы, моя семья, мои друзья, вот Бекмама Ацурапов, его семья, все мы, моя бабушка, благодарные МГНОТ, Московскому обществу терапевтов, Пау Андреевичу, всему коллективу, Андрею Павловичу и всем, 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 кто вот, кто не сдался, не пошел по течению, стал гнуть свою линию, передал знания. Такого сейчас в медицине вообще нет. Вот чтобы профессор вот так вот рассказывал, как надо лечить, что надо делать, да, и протоколы еще бесплатно выкладывал в сеть, да, потому что, я говорю, я там недавно столкнулся, я там, оказывается, протоколы многие закрывают, там, знаете, да, некоторые научные институты, только там для пациентов. То есть, я говорю, объем личности этой семьи, этой школы, феноменальная просто. И мы вот в 2020 году отметили, конечно, это самое малое, что мы можем сделать, как вот ученики Баргагановской школы, мы только 5%, наверное, того достигли, чего делали они, да, мы вот отметили от кыргызстанцев, от народного штаба, это организация, где им помогал с консультативными услугами, там, лечил тоже людей, и вот они наградили. я хочу встречно сказать, что не так много желающих слушать. Это плохо, потому что, я говорю, такого уровня, такого уровня, вот человек, который знает так, гемоктаз, иммунологию, свертую систему, вот так бы открыто делился знаниями, знаниями, даже я вот недавно слушал был World Trombosis Campaign, то есть, день семерный, день тромбоза, да, я лекции их послушал, да там вот так вот, как Павел Андреевич там так не возится, там вот два-три вопроса ответили, потом какой-то свой материал, какое-то исследование прочитали, и все. А здесь же Павел Андреевич вот прям вот выложил, вот если воспаление, вот так, если там сепсис, вот так, если это, то есть вот просто делай и работай. Амир, понимаете, вот ваше неакадемическое изложение, ситуация, оно ведь в этом и состоит, врач, чисто врачебное, когда врач, он не всегда знает, что он делает и почему он делает, он сегодня делает вот так, завтра он делает вот так, и только потом это складывается в какую-то картинку, которую можно представить и рассказать, да, все остаются вопросы, это всегда, но нужно, во-первых, иметь смелость это рассказать, потому что, к сожалению, многие скрывают, вот, но, когда мы начинаем рандомизированные группы и так далее, мы ничего не сделаем, вот я вас уверяю, в ковиде мы на рандомизации ничего не сделаем, вы же сами вот присылаете без конца статьи по антикоагулянтам, да, они рандомизируют и ничего не получают, а мы не рандомизируем, но получаем, потому что мы по каждому чиху, по каждому поводу мы придумываем, как в конкретной ситуации что сделать, потому что базовая терапия это одно, а у человека то и это плохо, то, то, то в туалет не может сходить, и каждый раз что-то нужно придумывать, это такая очень, очень медицинская тема, поскольку вы, я так понимаю, тоже представитель медицинской семьи, то у вас, видимо, это где-то на генетическом уровне заложено, возиться с больным это называется. Да, это же, конечно, хотел бы закончить мою маленькую такую реплику, последняя новость, довольно-таки приятнейшая, кстати, вот она была, она была ярко осуществлена, особенно в американской прессе, журнал Scientific American, да, то есть научный американец, написал новость из университета Штелленбош. Что интересно, я когда прогуглил про этот университет, вы, может быть, видели такую цитату, часто в интернете шагает, на одном из университетов мира написано, что крах нации начинается с краха образования, науки, там, коррупции и прочее, прочее, которое висит на стеле, и как раз-таки это тот самый университет и есть, то есть вот в таком хорошем университете, честном, порядочном, добром, оказывается, очень занимаются интересной ковидом, и мы, Андрей Павлович Воробьев, Павел Андреевич, они вот списались с авторами этой статьи, вы списались, ну, имеется в виду, по электронной почте, связались, да, о том, что с лабораторией, которая занимается этими делами, они издали статью о том, что они пытаются разгадать, разгадки острого ковида и длинного ковида, как они называют, да, то есть они пытаются ответить на вопрос, что вот, почему у людей наблюдаются те или иные вот жалобы, изменения, ну, и какие-то особенности сверточной системы крови, они сделали большое такое, очень интересное исследование, если кому интересно, вы мне напишите, потом следующий слайд будут мои контакты, мы вам отправим само исследование, там текст на английском, но там очень выводы, очень большие, я, к сожалению, не имею права, как говорится, а только автор статьи имеет право свои там публикации там выставлять, да, но я вкратце расскажу, что, ну, просто там придется ссылки, там все это, там статья взята там-то, я думаю, вдруг у нас все-таки получится, что это автор сама расскажет, презентует свое, но суть в чем, они изучали анализы крови и материалы биологической жидкости и плазм крови из пациентов с острым ковидом и с лом ковидом и изучали свертывающую систему, вот все, чем мы занимаемся тоже, да, они изучали параметры фибриноген, РФМК, Д-димер, антиплазмин, антиплазмин, антитромбин-3, то есть все, гемостаз, что там происходит, и вот все те мысли, о которых вот говорил Павел Андреевич еще год-два назад, там вот это тоже изучается, делается, как будто Павел Андреевич перевели на английский язык, так это удивительно было, когда прочитал, и там вот писалось, что, понятное дело, это как бы всем уже ясно, что у многих людей после болезни наблюдается особенность в этой системе гиперкоагуляция, что идет образование микротромбоза в крови, которое может привести к катастрофам, поражениям, и что людей там инфаркты, инсульты регистрируются чаще, но почему, то есть мы до сих пор не знаем, почему, то есть что такого вируса делать, оказалось, что есть опять-таки, как и при остром ковиде, так и в лонг ковиде происходит два процесса, воспаление и гиперкоагуляция, но гиперкоагуляция характеризуется тем, что вот эти вот микротромбы, они прячутся, в таком капсулируются в белке амилоиде, во-первых, во-вторых, амилоид, белок амилоид А, это же один из компонентов, который участвует, присутствует при болезни Альцгеймера, то есть, как бы, они на это, кстати, не выходят, на эту статью, но как бы намек есть такой, да, и третьих, там идет дефект когуляционного каскада крови у людей и в остром, и в длительном ковиде, что организм теряет способность к фибринолизу, там так и идет, что в крови идет повышение антиплазмина, и, ну, тело не способно нормально проводить вот этот, поддерживать баланс свертывания-противосвертывания, что тоже, как бы, намекает на мысли и терапевтических воздействий и прочего. Ну, и это, конечно, и это и приводит и ко всем этим катастрофам сосудистым, и к внутрисосудистой гипоксии, внутриклеточной гипоксии и прочего. То есть, исследование вот такое, возможно, автор этого исследования с нами свяжется и доложит, если получится, если нет, то жалко, конечно, но вот, как бы, что происходит у них. Я хочу Андрея пока попросить, чтобы он слайд мой поставил. Ну, хорошо, вот это, значит, Амиров, координаты, снимите экран, кому интересно. Да, кому интересно, я могу статьи снимать, можем, да, обмениваться мнениями. Андрей, переставь, пожалуйста, на мой последний слайд. Вот, значит, это вот эта же статья, собственно говоря, да, но в моей интерпретации, во-первых, они обнаружили в крови просто микросгустки, прям физически плавающий микросгустки. Вот. То, что уже Амир сказал, они устойчивы к фибринолизу. Ну, это мы знаем, да, при ДВС-синдроме, это обычная история, снижение фибринолиза, но здесь они пишут, что именно сами вот эти микротромбы имеют какую-то специфику, устойчивы к фибринолизу. не только дефицит плазминогена, его вроде бы нет, правда, очень большое количество антиплазмина, то есть блокировки плазминогена идет. Вот. И что самое главное, что мы никогда вообще не делали, никогда не обсуждали, а что внутри этих микросгустков, да, что внутри этого тромба, что это такое в этом тромбе. И вот здесь вот очень интересно, что внутри этих микротромбов образуются, обнаруживаются воспалительные молекулы, они их добывают каким образом? Они трепсином разрушают эти тромбы и смотрят, что получилось, что вываливается из этого тромба. И оказывается, что это не просто сгусток фибриноген, перешедший фибрин, и даже не только тромбоциты в этом сгустке, но количество воспалительных молекул, которые там в огромном количестве плавают. Внутри тромба. Поэтому, поэтому, собственно, плазма-то может и работать. Так что мы разрушаем эти, с помощью плазмы эти сгустки, и дальше начинается, так сказать, выздоровление. К сожалению, плазмофереза нет. Вот единственное, чего Амир не сделал, давно бы уже какую-нибудь центрифугу прикрутил бы такую ручную и делал бы плазмоферез. Потому что, я вас уверяю, это будут фантастические эффекты. Вот. И вот то, о чем он уже тоже сказал, но что меня прямо аж заставило вздрогнуть, это наличие растворимого амилоида. Значит, видимо, это, ну, не видимо, это так известно, что это не специфическая реакция воспалительная тоже на самые разные причины, на самые разные инфекции. И вот этот амилоид оказывается циркулирует в составе микросгустков. То есть, он участвует каким-то образом в ДВС-синдроме. А дальше нетрудно догадаться, что если у вас есть микротромбы, которые закупоривают какие-то микрососуды в тех же мозгах, то это вполне вероятно позволяет этому амилоиду перейти из растворимого сыворочного состояния уже в нерастворимые амилоидные бляшки, которые откладываются в первую очередь, ну, то, что мы просто сегодня знаем, в нервной ткани. И развивается амилоидоз нервной ткани, который называется сегодня болезнью Альцгеймера. Потому что то, что болезнь Альцгеймера связана с амилоидом, это сегодня как бы известно, это стало понятно. А вот откуда берется этот амилоид? Ну, я всегда говорил, что там где-то, ребята, воспаление вы какое-то пропускаете. Так вот мы сегодня по-видиму видим, какое воспаление мы пропускаем. Мы видим с вами, что это инфекционные различные заболевания, которые потом дают длительное существование вот этих вот микротромбов. То, что сегодня назвали лонг-ковидом, постковидным синдромом. Раньше называлось синдромом хронической усталости, раньше называлось синдромом постлаймовым синдромом и так далее. И я вам напомню о том, что сейчас буквально днями прошла информация о связи между рассеянным склерозом и вирусом Апштейна-Бара. Провели огромное исследование в Америке, но американцы они же тупые, они вот берут там тысячи людей и смотрят, что получится. Много лет они отслеживали армейские контингенты и выяснили, что те, кто имеет в крови Апштейна-Бара, я цифру сейчас могу наврать, конечно сходу, мне кажется, что в 400 раз у них вероятность развития рассеянного склероза выше, чем те, у кого Апштейна-Бара не было. Апштейн-Бара это достаточно частый вирус, это герпес такой своеобразный, мононуклеоз он вызывает, это не самая редкая патология, но тем не менее вот такая связь есть, то есть они тоже оценивают развитие рассеянного склероза, который мы не знаем, что это такое, мы не знаем, откуда берется этот рассеянный склероз, оказывается, может быть, это тоже какой-то вариант инфекции, постинфекционных процессов и так далее. И мы на самом деле, мне кажется, стоим на пороге совершенно фантастической истории, когда универсальная таблетка от этих болезней может оказаться антикоагулянта, могут оказаться оральные антикоагулянты. Раньше об этом даже думать не приходилось, а сейчас надо обсуждать. Поэтому, конечно, такие вот статьи, которые выходят, они страшно интересны. Значит, мы списались, действительно, это притория, только это не Америка, это Южная Африка, ЮАР. Вот. Мы списались с автором, она сначала вроде сказала да, потом сказала нет, я не клиницист, но в общем, как-то она, видимо, не очень ожидала, что ее из России попросят статью рассказать. Но с другой стороны, согласитесь, вообще вся история, она фантастична. Да, Мир сидя у себя в Бишкеке, находит приторианскую статью, пересылает нам, пишет этой тетке, мы списываемся с теткой, мы взаимодействуем с, так сказать, с иностранными, совершенно, так сказать, далекими от нас. Вообще, может быть, она даже не знает, где находится Россия, что такое Киргизия, но, тем не менее, она взаимодействует, и мы начинаем что-то обсуждать. У нас уже есть такие люди и в Италии, и вот где-то еще там в Бразилии, что ли, да, откуда-то с нами тоже списывались. Это очень любопытная история современного мира. Так, я хотел бы сейчас пробежаться по вопросам, да, там довольно много было. так, сейчас я пробегусь, мы там, так, тут прямо очень много за это время написали всего. Так, ну вот, начнем, значит, нужно ли сопровождать приемы ликвиса, приемы амепрозола и тому подобное. Ну, вот, есть там какой-то препарат ремепрозол, по-моему, не ремепрозол, ремеприл, да, вот, который рекомендует больным, но его рекомендуют не от защиты от антикоагулянтов, антикоагулянты не влияют на слизистую, поэтому мы ничего не назначаем. Известно что-либо о распространенности ковида среди детей. Болеют ли дети или здесь политика? Если болеют, какой симптоматик храждается? Наблюдается ли гипертермия центрального происхождения? Есть ли особенности в лечении? Можно ли использовать ПАК? По какой схеме? Ну, я, к сожалению, сходу так на все не ответил, если детей, значит, ковид от возраста не зависит. Лечение тоже. Дети переносят ковид гораздо легче взрослых, потому что у них, скорее всего, гораздо более устойчивая система свертывания. Ну, так всегда считалось. Но при этом они, например, дают кавасаки подобный синдром, который у взрослых тоже бывает, но у детей он развивается чаще. То есть, это такой аутоиммунный тяжелый достаточно процесс. Человек, который был донором, там же в клинике заболел ковидом, на второй день можно назначать антикоагулянт. Ну, конечно, антикоагулянты всем больным с выраженной клиникой ковида мы назначаем. Болеют ковиды грудные дети, температура 40. Ну, вы знаете, мы специально для этого завели себе в медицинском бюро педиатра. Мы сначала хватались за детей, врачи мои пищали, что мы не педиатры. Сейчас у нас прекрасный педиатр, который ведет всех больных. Поэтому, если это вам действительно очень нужно, обратитесь в медицинское бюро, оно вам точно поможет. В принципе, лечение похоже, но, ну, сами понимаете, дозы могут быть разные, вообще нужно ли, не знаю. Так, через год после перенесения ковида антикоагулянт не принимал ДОДИМЕР 55700, прием два месяца ликвиса два раза в день, ДОДИМЕР 2600. Понимаете, в чем дело? Мы же не снижаем антикоагулянтами ДОДИМЕР. Это же не там включил-выключил. Это сложная система баланса свертывающей антикоагулянт и фибринометической системы. Какие-то воспаления, какие-то травмы, какие-то еще, не знаю, стрессы. Все это может влиять. Поэтому мы не ориентируемся на лабораторные показатели. Я, собственно, с этого начал. Мы пытаемся найти клинические какие-то заходы. Можно чуть-чуть налить? А то мне прямо горло пересыхает. Вот. И клинически, если клинически все стабильно, то мы не видим причин для назначения антикоагулянтов. Но лечить ДОДИМЕР антикоагулянты мы точно не будем. Другое дело, что, может быть, антикоагулянты найдут какие-то другие показания. Там, я не знаю, тот же интерлекин. Посмотрите. Может быть, там что-то есть. Ферритин, посмотрите. Может, там что-то есть. РФМК, посмотрите. Ну, странно, что просто один изолированный ДОДИМЕР вот так сам по себе. Я думаю, что что-то здесь не так. Так. Это Камиру динамика лихорадки или вы только ферритин мониторили и цирреактивный? Ну, я тут ответил, есть что. Ну, динамика лихорадки... Ну, давайте сюда отвечать, у нас не личное тут общение. А, динамика лихорадки является клиническим симптомом, но без лабораторного подтверждения, что при этой лихорадке происходит, как бы очень сложно работать, потому что у него бывает... Смотря какая лихорадка, если 37, если 38, под 40, это как бы разные лихорадки. Если 37, это больше интерлекиновая, значит, там интерлекин растет, вот так, как при предыдущих случаях. Если под 40, то это уже вообще уже разгорающийся процесс. Опять-таки здесь диагноз с бак-инфекцией надо делать, да? То есть сама по себе лихорадка очень плохой малоинформативный симптом, и все-таки рекомендую хотя бы какие-то вот простые лабораторные маркеры посмотреть, тоже ЦБЛОК, прокалицитонин, фибриноген, ферритинонин, да? Ну и чаще всего все ответы будут либо в интерлекине, либо в ферритине. Ну, чем выше, тем хуже, если так просто сказать. Сейчас ферритин доступен. Другое дело, что недоступна в принципе лабораторная диагностика, вот в чем проблема. Да, это с этим, мы сейчас как вот стали работать? Мы стали делать забор сами, то есть с прошлого года, потому что, во-первых, завалы вот эти, у нас есть службы, которые выезжают на дом, как бы все лаборатории, почти все, там несколько из них, они выезжают на дом и с той или иной оперативностью они делают анализы крови, да? Самое плохое интерлекин делают, они делают очень долго, либо раз в неделю, либо там два раза в неделю, да? Иногда они делают каждый день, но это не предугадаешь. Самое хорошо, они смотрят, понятно, базовые, там тоже ЦБЛОК, там можно экспресс даже заказать, на 100 рублей чуть больше платишь, и тебя смотрят в течение двух-трех часов. Это как бы базовая экспресс диагностика, но это делает только одна лаборатория. Во-вторых, чаще всего обращаются больные-то нестабильные, что так вот ходят, да, разговаривают, как вот везет нам, что мы ловим таких больных, когда они еще стабильно, не декомпенсированы. Чаще всего обращаются те, кто где-то в реанимации лежит, либо дома тяжело лежит, либо некому анализы сдать, либо служба не может приехать, либо еще какие-то человеческие факторы. Мы делаем забов сами, мы берем просто вакутайнеры в лаборатории, либо с медсестрой выезжаем, либо сами вот с коллегой, берем с вен, кровь на тощак и отвозим сами. Веря, давайте короткими ответами, потому что мы уже сильно вышли за время. Коррекция дозы метилпреднизолона при тяжелом течении по уровню интерлекина-6. Коррекция дозы при тяжелом течении тут как бы не только интерлекин-6, потому что как раз таки интерлекин-6 он может падать, может остановиться. Это очень так тоже один только параметр. Надо смотреть на всю панель ферритенция, белок, что с воспалением происходит. Но интерлекин-6 базовый просто проблему я представляю, наверное, в России тоже невозможно каждый день его смотреть. Можно как-то подстраиваться, что там происходит с другими маркерами и от этого и корректировать и метилпреднизолон, и ставить вопрос, что там происходит и с бак-инфекцией, и нужность или ненужность моноклональных и так далее. Значит, были ли вакцинированы ваши пациенты? Ну, я вам скажу про своих, мы смотрим вакцинацию, у нас нету никакой корреляции между вакцинацией и легкостью течения, тяжестью, очень много тяжелых вакцинированных. Ну, мы сейчас будем это анализировать отдельно, поэтому... Ну, мои больные уже все абсолютно разные, но были... Я просто здесь не указывал, потому что у меня не было таких красивых фотографий связанных с этим делом, кроме моей тети. На дельташтаме у меня было около 7-8 больных, я так называю, средней тяжести. Почему средней? Потому что всем требовалась гормональная терапия. никаких там не в минимальных дозах, а в приличных, от 20 миллиграмм дексаметазона и выше, да? То есть, они все получали зодиамбулаторное такое приличное лечение, да, у меня. Один даже кейс на Pfizer-вакцине, там прям даже на КТ был такой интересный выпад такой. Я только что-то не смог найти эту фотографию. Ну, там и анализы были запредельные, там, ЦБЛОК был под 200 и прочее. Ну, кстати, они все хорошо реагировали на гормоны, но их было не так уж много. В основном, конечно, были не вакцинированные, а так были, были. Вакцинированные на Дельта-штамме стали появляться уже на всех. Вакцинированные, я думаю, что это... Ну, ладно. Судя по приведенным вами примерам, это к вам. У вас лучшая система здравоохранения в мире. У вас есть возможность регулярно мониторировать амбулаторную больную воспаление, применять моноклональные антитела, плазму, кислород на дому. Мое восхищение безграничное. Так вы занимаетесь просто? Это же очень просто. Взяли и делаете. Да. Кто же вас не волит? Как вы контролируете присоединение БАК-инфекции? Были случаи присоединения инфекции? Ну, у нас были, контролируем, уже Амир сказал, общий анализ крови, про кальцитонин, ну, и по клинике там тоже все понятно. Так, вакцинация я вам ответил. Спасибо за жизнь. А, это ваш... Да. Понятно. Так, запись будет, как обычно, на канале YouTube. Так, добрый вечер. Потрясающий интерес захвата. Амирова, замечательный врач, снастоящий клинический мышление и человеческим отношением к больным. Дай Бог вам здоровья. Ну, это мы уже обсудили. Так, вылечила всех родственников на дому по рекомендациям. Так, есть ли уже на практике применение при омикроне тяжелое? Ну, есть, конечно, они такие же, как и без омикрона. Вы только не забывайте, что мы омикрон же не определяем, мы просто говорим, что сейчас много омикрона. Так, с вакцинацией поддаются ли эти тяжелые случаи той же методике лечения? Конечно, поддаются, об этом речь и идет. Подтекает тяжелее омикрон у пожилых? Ну, подождите, еще только начался омикрон. Сегвенирует ли омикрон? Я уверен, что сегвенирует везде, но просто количество этих сегвенаций, оно очень маленькое, при постковидном синдроме длительное повышение цирреактивного белка, плазм ФРС показан. Ну, если есть синдром, то показан. Насчет белка, ну, да, конечно. Так, динамика лохорадки тоже хорошая, да, без лабораторной картины, я с этим согласен, в принципе. Мы ориентируемся, потому что лабораторию у нас, мы не можем обеспечить всю Россию лабораторию, мы в Москве не можем обеспечить, с трудом, с большим. Какое было максимальное количество преднизолона при пульсотерапии одному больному? А я могу ответить, я нету верхнего предела. Это же ведь все, как идет, так и даете. У меня был в Казахстане пациент, я консультировал, у меня просто не было всех данных, чтобы собрать, доложить. Там ему перевели до 3-4 литров сферозамороженной плазмы, у него был ицитокиновый шторм, и сепсис, он был на ИВЛ аппарате, до двух месяцев лечения получал, он получил 11 тысяч метилпреднизолона. Конечно, не за раз, он получил, он сначала получил 3 тысячи, то есть тысяча, 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 потом у них не было возможности лабораторно мониторировать, они не понимали, почему он ухудшается. У него ферритин рос, у него был интерликин-6 789, это был прошлый год. Но у меня, к сожалению, нету всей большой... Друзья мои, преднизолона верхнего предела нет. Единственное, что по преднизолону я могу сказать, вот в нашей гематологии, мы никогда не используем введение парантеральное. Весь преднизолон прекрасно работает в таблетках, гораздо меньших дозах. Ну, это, так сказать, вопрос для дальнейшего обсуждения. Значит, лишь, всем надо принимать антикоагулянты, всем от комов, всем вообще? Нет, всем вообще, может, не надо, но некоторым надо. Как долго нужно начать параллельные антикоагулянты? Мы смотрим на клинику плюс 2 недели, так, в общем, вот американские такие рекомендации существуют. Появились кровенистые выделения из влагалищины, ликвиси, эндометриоз. Ну, не знаю, смотрите, что значит кровенистые выделения. Если это небольшие, то ничего страшного. Так, ой, лонгковид при наличии клиники стоит. Знаете, мы сейчас очень далеко уйдем, мы сейчас про острый, давайте, потому что у нас очень много вопросов, и мы родственники 83 года. Ну, я еще раз повторюсь, значит, у нас есть медицинское бюро, да, если есть действительно реальные какие-то вопросы, что делать и как быть, мы ведем больных по всему миру. Значит, у нас на первом месте по охвату, конечно, Россия, а дальше у нас Казахстан, Украина, Белоруссия, Литва, нет, не Литва, Латвия где-то там одно из первых мест. Ну, и там Америка, не знаю, Южная Америка, все, все, что хотите, вся Европа. Поэтому, ну, давайте предметно разговаривать, потому что мы все-таки просим какие-то анализы, какие-то параметры. У нас симптом-чекеры работают, которые определяют состояние. Вот, но мы хотели сегодня на самом деле рассказать о том, что нет границ для совершенства. Если вы хотите что-то делать, то можно делать, можно в сегодняшних условиях делать, да, есть определенный риск уголовный. Это нужно понимать прекрасно, что на самом деле мы все ходим немножко по лезвию бритвы. Потому что, в принципе, вроде бы нельзя. Но где написано, что нельзя переливать плазму дома? Ну, где это? Нигде не написано. Поэтому мы стремимся сейчас вот развивать такую совершенно новую медицину, вот, которая может быть изменит вообще ситуацию в мире. Уже недавно вышел приказ Минздрава, мы его хотим обсудить через две недели по дистанционной медицинской помощи при ковиде в Москве, который приказ Депздрава, не Минздрава, Депздрава, который нарушает законы и приказы Минздрава. Но Департамент Здравоохранения Москвы уже этот приказ выпустил. Поэтому, вот, понимаете, Амир рассказывает, что он там ездит, баллоны ставит, еще что-то такое. А теперь представьте себе, что мы это делаем дистанционно, мы вообще не видим больных. И у нас уже пять с половиной тысяч человек. И у нас уже тысяча, минимум тысяча людей, которые получили дома терапию концентратом, через концентраторы кислорода. Но это как вот там несколько лет назад. Да, а сейчас это работает и не вызывает ни у кого никаких сомнений, что это нужно делать. Поэтому давайте двигаться, давайте мы, собственно, общество же, мы не просто собрались, поговорили, разбежались, да, а мы постоянно взаимодействуем с тем же Амиром, с другими коллегами, обсуждаем все это, списываемся. Здесь на вебинаре многие, так сказать, что-то слышат и начинают внедрять. Потому что Амир там бросил как-то так вскользь, что вот в Киргизии применяется наша методика. А там не просто применяется наша методика. А мне замминистра, по-моему, да, я не помню, кто она была, писала, ну, типа там, докладываю вам, что мы ввели в наши рекомендации антикоагулянты. Помните, я вам рассказывал когда-то, ну, это представить себе невозможно, согласитесь, это на уровне бреда. Но, тем не менее, это было так. То же самое с Казахстаном было. То есть, реально люди слышат наши предложения, выступления и внедряют. В Италии, например, суд выигран для того, чтобы разрешить использовать нашу методику. Вот. Поэтому давайте обществом двигать все это дело. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо Амиру. Амир, отдельное спасибо. Но пасаран, да. Это пасаран.